Я вначале просто одно слово про большую историю, которая здесь у нас в заголовке фигурирует, потому что не все знают. Просто дам определение большой истории Международной Ассоциации, большой истории. Суть большой истории, согласно определению, заключается в стремлении понять интегрированную историю космоса, Земли, жизни и человечества с использованием надежных эмпирических данных в научных метрах. Теперь перехожу к основной части. Вопрос о стремленности глобальной или даже большой истории обсуждается в последнее время очень активно. Этот вопрос был сделан особенно популярным благодаря усилиям Рея Курсвилла, технического директора в области машинного обучения и обработки естественного языка компании Google. Но то, что сейчас Google Translate стал заметно лучше работать, это заслуга, конечно, как раз в высокой степени Рея Курсвилла. И в особенности благодаря его книге «The Singularity is Neo», но также через создание университета сингулярности, активную пиар-компанию и так далее. Значит, ну, Курсвилл одним из первых расположил главные макроэволюционные сдвиги в значительной части большой истории вдоль гиперболической кривой, которая может быть описана уравнением с математической сингулярностью. Ну, вот это, например, просто с 18-й страницы «The Singularity is Neo». Ну, удивительно, что Курсвилл, по-видимому, не заметил, что кривая, представленная на этом рисунке, является гиперболической, что она описывается уравнением, имеющим самую настоящую макроэволюционную сингулярность. Более того, значение этой сингулярности – 2029 год – не так далеко от того, что предсказывает самим Курсвиллом. Ну, наверное, более известна его дата технологической сингулярности – 2045 год. Но недавно он в одном из интервью сдвинул этого в 2029 год. Ну, значит, при этом в этой сингулярности этого не может не вызвать некоторого удивления от того обстоятельства, что сам Курсвилл знает о математической сингулярности. Это просто, собственно говоря, фотография соответствующей странице его книги. Это вот перевод на русский язык. И вот на странице 22.23 своего бессиллера он дает довольно точное описание понятия «математическая сингулярность». Ну, и сингулярность вообще. Но «singularity» – это английское слово, обозначающее уникальное в своем роде событие с крайне особенными последствиями. Это слово используется математиками для обозначения значения, которое превосходит либо конечное ограничение, такое как взаимообразный рост величины, которое возникает в разделении константно-переменную, значение которой все больше приближается к нулю. Такая математическая функция никогда не достигает бесконечного значения, так как деление на ноль математически не определено, это невозможно вычислить. Но значение y превосходит любой возможный конечный предел, приближается к бесконечности, когда знаменатель x стремится к нулю. Но при этом на странице 23 он сопровождает это описание вполне адекватным и иллюстрирующим графиком. Это для уравнения y равняется единица деленная на x. Соответственно, при этом представив достаточно адекватное описание понятия математической сингулярности, Курсуэлл, похоже, теряет интерес к этому понятию и внезапно переключается в использованный термин сингулярность астрофизика. Одна из загадочных вещей в клинике Курсуэлл заключается в том, что он, похоже, не заметил, что форма гиперболической кривой, собственно говоря, вот на этом графике, соответственно, принципиально идентична с формой кривой на его графике, обратный счет времени сингулярности. И более того, как мы видим ниже, математическая модель, обеспечивающая наилучшую аппоксимацию кривой вот такого типа, соответственно, в основном идентична окраска гиперболической функции, показанной на вот этом, собственно говоря, графике. Рисунки 2, то есть y равняется канализ. Значит, ну, соответственно, то, что не было сделано в Курсуэлл в 2005 году, было сделано в 2003 году физиком, нашим физиком Александром Пановым. Панов, пространализировав достаточно похожий временной ряд, построенный, впрочем, на совершенно других источниках, пришел к очень похожим выводам, но в гораздо более продвинутой форме. Очень важно, что он совершил шаг, которому Курсуэлл был очень близок, но который он фактически и сделал, который позволил Панову сделать анализ рассматриваемого временного ряда, гораздо более прозрачным, выгодайте, чем он смог точно рассчитать, более точно рассчитать дату сингулярности. Ну, собственно говоря, вот здесь, на этих графиках Курсуэлл откладывал в базе, соответственно, ординат, время до следующего события. Ну, Панов, собственно говоря, предложил откладывать здесь не время до следующего события, а темпы, соответственно, темпы гублоинтарной макроэволюции, число фазовых переходов за единицу времени за год, то есть, ну, темпы макроэволюционного развития, число фазовых переходов, там, условно говоря, в год, соответственно. Ну, и это позволило, собственно говоря, ну, в результате у Панова получились вот такие вот кривые, то есть, действительно, такие достаточно правильные макроэволические кривые, значит, и которые дают возможность, в общем-то, анализировать уже несколько по-другому, соответственно, ну, при этом видно, что вот эта кривая Панова, при этом сделанная по разным источникам, у Панова и Курцвилла, на выходе получились приблизительно одинаковые, удивительно одинаковые, в общем-то, кривые, и у Панова и у Курцвилла по форме, значит, ну, сам Курцвилл в своей книге приводит определенное количество графиков в двойном логарифмическом масштабе. В принципе, значит, я использовал для анализа тот из графиков, который дает возможность проанализировать, собственно говоря, вот, скорее, вот этот вот, да, вот этот график, потому что, может, он не самый лучший, не самый убедительный, но относительно него было понятно, какой, что за источник, и что это, на самом деле, ряд взятый из статьи Теодора Модиса 2002 года в Technological Focusing and Social Change, и там Модис приводит все необходимые датировки, то есть там действительно ряд, ну, Курцвилла только один график, у него там произведены конкретные числовые оценки, поэтому вот этот ряд можно анализировать. Значит, ну, если приближать у Пупанова получается вот такая вот картинка, соответственно, это число лет в настоящее время, это скорость эволюционного развития, число фазовых переходов за единицу времени, ну, здесь за год. Ну, собственно говоря, если, соответственно, это так выглядит, собственно говоря, сам ряд Курцвилла, ну, видно, что одно из зеркального отражения другого. Ну, вот анализ этого ряда, так сказать, после преобразования панола дает вот такой результат, но на выходе получается вот такое удивительно простое уравнение, которое, как мы видим, описывает 99,89 сотых всей, так сказать, макроэволюции эволюционного развития, то есть мы видим, что на более чем 99%, значит, на более чем 99%, глобальная микроэволюция оказывается описываемая вот таким вот ближайшим уравнением. Собственно, как это выглядит корреляция между теоретической кривой экспериментальными данными в двойном логарифмическом масштабе, в двойном логарифмическом масштабе все по-прежнему, криваяция действительно фантастическая. Ну, на выходе получается у нас вот такое вот такое уравнение, соответственно, ну, мы видим, что, значит, степень числителя практически неотвечима от единицы, поэтому, естественно, можно упрощать вот до такого вида. Ну, опять-таки, X – это временно сингулярности. Ну, сейчас про это скажем. Ну, кстати, еще вот этот анализ показывает, ну, такой момент, ну, курсов еще постоянно говорят про экспоненциальное ускорение, но в его ряду ускорение не экспоненциальное, а гиперболическое. Ну, здесь вот хорошо видно. Это у нас в одинарно-логиотический масштаб, соответственно, здесь у нас экспонентно выглядит как прямая, но видно, что экспоненциальная модель качественного описания не сравненно хуже, чем гиперболическое. То есть, поэтому, ну, действительно, какой-то заскок курс вела, инженер хороший, Google Translate хороший сделал, но вот тут какая-то математическая неграмотность, вот упорно называет он это ускорение. Экспоненциальное, это, конечно, гиперболическое. Вот это вот в двойном логарифмическом масштабе особенно видно, что, ну, вот экспонентно, ну, никак не описывает вот этот ряд. Значит, ну, значит, как икс, здесь время для сингулярности. Сингулярность вот здесь получают методом наименьших квадратов просто. Здесь вот для этого уравнения сингулярность получается в 2029 год, соответственно. Значит, и на выходе у нас получается вот такое вот уравнение, ускорение макреволюционного развития, соответственно, как мы видим, так, удивительно простое. Ну, это вот как оно коррелирует, это теоретическая кривая коррелирует с историческими данными. Ну, вы видите, это очень хорошее, это вот на всем протяжении. Это если брать период до появления, так сказать, человека, если это брать, но период из появления человека, то есть будет очень хорошо. Если брать период человеческой истории после, ну, то есть уже после едиотической революции, то тоже видим, ну, вот на всех участках получается практически идеальное, соответственно, совпадение между, значит, там, теоретической кривой и эмпирическими данными. Значит, далее. Далее это вот ряд Панова. Значит, если... Я также тем же образом проанализировал ряд Панова. Здесь нужно иметь в виду, что ряд Модиса, ряд Панова делался абсолютно независимо друг от друга, Модисом и Пановым. То есть сами эти эмпирические оценки. То есть они... Ну, я вот там статью публиковал Джо Лобоким, я просто там показал буквально по деталям, что они пользуются абсолютно разными источниками. Просто вообще ни одного совпадения. Ну, Панов пользуются разийскими источниками, Модис преимущественно англоязычными. Вообще, вехи достаточно разные они выделяют. Но я ждал, что результат будет близкий, тем не менее, при анализе ряда Модиса. Но и сам Панов совсем по другим методам анализирует. Не тем, как я это... Такой метод... Такие результаты получились. Это анализ Панова его же ряда. У него получилась премия сингулярности, кстати, по всему с начала появления жизни на Земле 2064. А если брать только по человеческим данным, начиная с появления человека, то у него же получался 2004 год. Доклад, по-моему, делал в 2004 году. Значит, но это на самом деле... Сейчас поясним, откуда здесь что берется. Так. Ну вот я когда сделал анализ, то получилось вот результат именно такой. Но я ждал, что будет близко, но не ждал, что в такой степени близко. Просто сингулярность там порядок, соответственно, на Модисо получалось 2029, здесь не получилось 2027. При этом R квадрат получился еще больше, совсем уже близко к единице. Соответственно, ну, впечатляет, что снова, соответственно, степень в знаменателе получилась практически неотличима от единицы. Ну и на самом деле вот этот параметр, ну, на самом деле параметр C, он тоже оказался, в общем, ну, достаточно близок. То есть там близкий дом, здесь близкий дом. Значит, дальше. Дальше. Ну вот это вот у нас в одном логарифическом масштабе мы видим, крыльяция тоже прекрасная. Такая же прекрасная, как по ряду Модисо, но, как мы видим, здесь формально даже крыльяция еще лучше между теоретической кривой и экспериментальными данными. Ну вот это вот на выходе. Но мы видим, что уравнение получилось удивительно сложное. Там, соответственно, ну вот небольшое отличие в, соответственно, параметрах в числителе, ну и, соответственно, точки сингулярности, ну, практически идентичны, но раньше всего два года. Значит, ну и в свете этого, в свете этого достаточно интересное обстоятельство, что еще в 60-м году такой довольно известный ученый Хайнс Монферстер, один из основоположников кибернетики, опубликовал в журнале Science, соответственно, с авторствием с двумя другими коллегами, значит, сообщение о таком действительно интересном открытии. Вот он показал, что до, между первым и 58-м годом динамик численности населения мира описывается с удивительной точностью вот таким вот уравнением, вот таким вот уравнением. Ну и, что интересно, что дочка сингулярности была определена Хайнс Монферстером в обращении в 60-м году, это журнал-сайт 60-й год, как в 2026,87, что соответствует 13-м годом 2026-го года, что дало возможность дать им в своей статье такой шедевр научного пиара конец света, пятница, 13-е ноября 2026-го года, Рождества Христова. Ну, здесь еще интересно, что вот, соответственно, естественно, округляя 2026-го, до целого числа, получая 2027, на выходе получается, что если, что еще в 60-м году, собственно говоря, фонд Ферст опубликовал, что численность населения Земли до протяжения, в общем, того отрезка, в распоряжении которого у него были данные, росла вот по такому вот закону, который, как мы видим, соответственно, растет, в ряде Панова наблюдается та же самая закономерность, но только там темп роста планетарной сложности. Здесь довольно интересно, что здесь, в общем-то, разные типы величин, это размер населения, а вот то, что у нас получилось по размеру, соответственно, по ряду Панова, это темп роста. То есть, если мы возьмем темп роста населения, дельта Н, дельта Т, то здесь будет Цэн 2027-Т в квадрате. Здесь будет темп роста населения Земли на протяжении участка росли под конкретичной гиперболе, но на самом деле, вот то, что проведет данный анализ, показал, что, в принципе, это не случайно, что это две стороны одной медали, то есть, что, в принципе, одно выводило из другого. Но это уже требует довольно, в общем, продолжительных ну, то есть, времени на эту интерпретацию нет. Значит, и так, просто подводя некоторые итоги. Ну, честно скажу, что у меня были серьезные сомнения, когда я впервые встретился с расчетами Панова и Модисом, я не удивлял, что у большинства историков возникают очень похожие сомнения, когда они видят эти работы. У меня возникло много возражений относительно точности многих описаний экономических век, относительно адекватности их отбора и точности датировки. Честно скажу, что я начал серьезно относиться к расчетам Модиса и Панова, только когда я сам проанализировал класс соответствующих временных ряда, идентифицированных полностью независимо друг от друга двумя разными исследователями, использовались совершенно разные источники. Модис вообще узнал про статью, ой, Панов узнал про статью Модиса в марте прошлого года, когда я ему послал. До этого он вообще не знал про существование Модиса, соответственно, Модис, по-моему, про существование Панова тоже от меня уже и узнал. То есть до прошлого года они вообще не знали про существование друг друга, но при этом я анализировал их при помощи математической модели, которая не применялась к их анализу ни Модисов, ни Панова, и обнаружила, что они описывают необычно точным образом почти идентичные математические и гиперболические функции. На мой взгляд, это заставляет предполагать объективное наличие довольно простой гиперболической закономерности к ускорению глобального мобилиционного развития, наблюдая его на Земле в течение последних 4 миллиардов лет. Но, собственно говоря, вот это и есть соответственно, это формула монетарного ускорения. Значит, это впечатление стало еще более сильным, когда уравнение, описывающее картину ускорения монетарной мокроволюции в рядах в Модисо-Курцеве Лайпанова оказалось полностью идентичным уравнением, найденному еще в 60-м году Хайдсен-Конферстером, показавшим уже тогда, что оно способно с необычайной точностью описывать глобальный паттерн ускорения роста численности населения Земли между первым и 58-м годами. У меня были основания ждать, что монетарное мокроволюционное ускорение за последние 4 миллиарда лет может быть описано единым гиперболическим уравнением с достаточно высокой точностью, так как предыдущие исследования, проведенные в том числе мной совместно с биологом Александром Марковым, показали, что и биологическая и социальная эволюция могут описываться с достаточно высокой точностью простыми гиперболическими уравнениями, это мы опубликовали в журнале «Общая биология» в 2008-2009 годах. Но должен сказать, что я был удивлен, когда обнаружилось, что мокроволюционное ускорение за последние 4 миллиарда лет описывается единым гиперболическим уравнением с такой высокой точностью. На мой взгляд, все это заставляет предполагать существование достаточно строгих глобальных мокроволюционных закономерностей, описывающих рост глобальной сложности в надлежении нескольких миллиардов лет, которые могут быть неожиданно точно описаны при помощи довольно простых математических уравнений, в том числе наличие следующей гипенциальной формулы ускорения темпов роста глобальной сложности, где C представляет параметр вот этого собственно говоря гиперболического уравнений. Значит, итак, значит, последний пункт, насколько серьезно мы должны относиться к предсказанию с регулярностью содержащимся в таких математических моделях. Следует ли нам вместе с Культвиллом действительно ожидать, что где-то в районе 2029 года мы будем иметь дело с ускорением глобального психологического роста на несколько порядков, что действительно выстекает из приведенных выше уравнений. Например, можем ли мы... Ну, да. Значит, но отметим, что некоторые специалисты в области большой истории склонны относиться к таким математическим обоснованным предсказаниям совершенно серьезно. Значит, ну, соответственно, соответственно. почему я, собственно говоря, склонен придерживаться другой точки зрения? То есть, я склонен... То есть, следует ли нам вместе с Культсом, мы можем считать, что где-то в районе 2029 года мы будем иметь реальное дело с ускорением глобального технологического роста на несколько порядков, что действительно вытекает из этих уравнений. Значит, я склонен давать на этот вопрос однозначно отрицательный ответ. На мой взгляд, ну, например, один из граментов. На мой взгляд, отрицательный ответ на этот вопрос вытекает, например, из известных нам эмпирических данных по динамике численности населения мира и установленных в настоящее время механизмов этой динамии. То есть, как мы помним, формула гиперболического роста численности населения Земли, открытая Хайнцем фон Ферстером, идентична формуле ускорения темпов глобального мобилиционного развития, прослеживаемого в рядах Модисса и Курсового и Панола. И она характеризуется с параметром сингулярности, который просто идентичен для формулы ускорения в ряду Панола. То есть, речь идет просто об одном и том же уравнении, которое работает и для численности населения Земли и для паттерна ускорения глобального развития в ряду Панола. Однако, каковы основания ожидать, что в пятницу 13 ноября 2026 года темпы прироста населения мира увеличатся на несколько порядков, как это подразумевает уравнение фон Ферстера. Ответ на этот вопрос очень ясен. Нет абсолютно никаких оснований этого ожидать. Ну, собственно говоря, вот этот вот, скажем, средний прогноз ООН, ну, мы видим, что как раз, собственно говоря, в общем, согласно среднему, тот датам очень хорошо обоснованный, я даже, коллеги, не знаю, как он делался, даже, в принципе, знаю всех его авторов. Ну, в свое время встречался со всеми пятью авторами этого прогноза, поэтому, скажем, прогноз очень разумный, обоснованный. Но, собственно говоря, собственно говоря, действительно, как мы показали довольно давно, Шахдафон Ферстер и его коллеги давали в своей статье знаменитое название судный день пятницы 13 ноября 2026 года, они вовсе не имели в виду, что население Земли в этот день действительно может стать бесконечным. Из этой статьи, скорее, вытекал прямо предположенный прогноз. Наблюдавшийся вплоть до 60-го года на протяжении многих веков гиперболический рост мирового населения должен испытать в самые ближайшие годы радикальную трансформацию, суеверен, смениться на принципиально иной тип демографической макродинами. Отметив, что этот прогноз стал блестяще оправдываться всего через несколько лет после публикации статьи Фон Ферстера, его коллег, мирсистема начала свой выход из режима с обострением, где-то в начале 70-х годов прошло. Действительно, начиная с начала 70-х годов, кривая роста численности населения мира, стала все больше оттрояться от гиперболической траектории. Из последних действий она приняла обреченную логистическую форму, тенденция к гиперболическому ускорению сменилась на тенденцию к гиперболическому замедлению. В некоторых отношениях вполне можно сказать, что Фон Ферстер открыл сингулярность глобальной гиперболической истории. Можно сказать, что он обнаружил, что социальная мирсистема приближается к сингулярному периоду в своей истории, когда тенденция к гиперболическому ускорению, которое онаследовало много тысячелетий, по мнению некоторых даже несколько миллионов лет, будет заменена на предположенный тренд замедлеть. Именно через этот сингулярный период мы сейчас и проходим. Процессы и механизмы данного разворота тренда в настоящее время очень тщательно изучены, известны как глобальный демографический переход. При этом особое внимание стоит обратить на то обстоятельство, что в случае с глобальной демографической эволюцией переход от гиперболического ускорения к гиперболическому замедлению начался за несколько десятилетий до даты сингулярности математически вычисленной Ханцем На мой взгляд имеется основание утверждать, что замедление скорости глобального макроэволюционного развития тут также уже началось. Началась она также с заветской десятилетии до той точки сингулярности, которую можно математически выявить в глобальных эволюционных рядах Модиса Курцвилла и Панок. Итак, проведенный нами анализ позволяет предполагать наличие достаточно строгих глобальных макроэволюционных закономерностей, описывающих эволюцию сложности на нашей планете за последние несколько миллиардов лет, которые могут удивительно точно описываться крайне простыми математическими функциями. Вместе с тем, этот анализ заставляет предполагать, что в районе точки сингулярности соответственно нет основания вслед за Курцвиллом ожидать невиданного на много порядков ускорения темпов технологического развития. Имеется большее основание интерпретировать эту точку как индикатор зоны перегиба, после прохождения которой темпы глобальной революции будут систематически в долгосрочной перспективе замедляться. Спасибо за внимание. Так, вопрос, пожалуйста. Вопрос, да? Спасибо большое. Два, наверное, вопроса. Первый вопрос. Ну, сингулярность это плохо и непонятная бесконечность. Второй вопрос. И, кстати говоря, вот это то, что обнаружено сингулярность, а дальше как думать? Потому что сингулярность Ну, этого я не знаю. И можно ли? Преждали неоднократно. Да, все это вопрос. Ну, можно ответить сразу? Не знаю. Ну, хорошо. Дайте на первую сразу отвечу. Ну, как? Сингулярность это просто параметр вот в этом уравнении, который удивительно точно описывает вот мне нескороцесс. И оно совершенно не случайно берется. Это просто берется из положительной обратной связи второго порядка. Ну, конечно. Это уже много. уравнение земли, но там этот механизм, скажем, и наших работах хорошо описан. Когда мы имеем положительную обратную связь второго порядка, мы закономерно получаем уравнение вот такое вот уравнение ускорения. уравнение уравнение вопрос другого уравнение уравнение причины есть другая причина. И всегда хочется спросить, а почему? Ну, бог с ним. А второй вопрос следующий, что, значит, ну, если взять октанденс, вы не пробовали? Это, по-моему, когда от Альца отбрал. Нет. Ну, под глазом брал октанденс. Мне кажется, брал. Нет, вы как раз возьмете октанденс, значит, возможно, что вы очень хорошо предскажете вот эту гиперболу, а там будет чудо, предскажете о симпатах. Ну, у Подлазова же есть арктангенс. У Подлазова. Вот я уверяю, что у Югапица арктангенс есть, и у Подлазова есть. У Подлазова есть. Ну, да, это делали. Арктангенс это можно. Можно подогнать, можно еще подогнать. В принципе, он может посмотреть их работу, там показывать, на чем получается. Принято это население Земли, но, как мы видим, население Земли и рост планетарной сходности будет удивительно сходным образом. Аккуратно, что я думаю, там будет результат сходить. Можно? Александр Евгеньевич, Вот вопрос. Да, ну, давай. Вопрос можно? Александр Евгеньевич, еще вопросы тут какие-то. Да, Я сейчас вашу лекцию снял на смартфон. Да. Как вы думаете, зачем? А это плотность другого рода информационного сообщения. Вот когда-то сидел вокруг костра лектор, вещал своим, я не знаю, соплеменником, и мультипликатор у него был один. А сейчас мы фактически проводим в интернет-пространстве большинство из нас очень много времени. Фактически мы становимся выраженной системой в коммуникациях, потому что у нас плотность контактов уменьшается, а количество их растет неимоверными темпами. Я это к чему? Аватар смотрели, помните, дерево Эйва. Когда человек, каждый из каждого начинает коммуницировать, и время на производственную деятельность вырождается, ему размножаться некогда. Большинство ученых молодого поколения детей вообще нет. при полной контактов, потому что есть маленькое. Ближе к теме, давайте. Потому что в этом случае у вас фактором развития становится матрица. И вот это уравнение, оно С становится внизу, а сверху. Это Е равно НС квадрат. Спасибо. Ладно, все. Еще вопросы есть? Да. Есть не вопросы. Можно еще вопрос? Да, пожалуйста. Когда приводятся конкретные цифры, ну там 2026 год и так далее, возникает некоторое смущение. Основное аргумент, как я понимаю, что большой коэффициент детерминации 0,90 0,50. я могу сказать, откуда берется крест на при меньшем квадрате без какой значения наиболее высокий р-падрат. Я думаю, и фонд Ферста так получал, и так получал, просто тупо, где наибольший р-падрат, и у Панова и у Ферста получился на 2027 год. А сейчас они жены для численности на селе. Откуда они прогнозировали, что уже расключили? Нет, я даже приводил, что в первом докладе было, что уже в 2024 году точка сикулярности по ряду человеческой истории. Ну, ладно, в принципе, скажем, арх квадрат большой, но доверительные интервалы и значение этих центов, исходя из того, что, например, это в обычной экономике, где берут временные виды шестьян, там светло. Вроде экспоненты вообще всем хватает, то есть, ну, как обычные модели, они проэкспоненциальный рост, да? А тут получается только если мы используем или куда-то идем, а там же точность ниже. Насколько эти коэффициенты вот это надо... Я вам могу сказать, что вот мы с Марковым в свое время делали по гиперболитической модели по этой политологической летописи. Ну, политологическая летопись, кстати, ну, там, точно сказать, не странно, получше. Вот число там родов каких-нибудь гиперболитической морской биоты на 300 миллионов лет, она на самом деле не так плохо известна, потому что оно из-за того, что геология довольно хорошо финансирует области, геологи дают одновременно политологические находки, поэтому они очень более-менее там классифицируются, но если мы поберем ряд действительно более-менее хороших, там тоже гипербола получается на выходе. Поэтому, ну, вот она гипербола пробивается, ну, вот на мой взгляд, опять-таки, что касается оценок именно по населению, там точность оценок всякий раз исторических, она крайне плоха, но порядок более-менее понятен. Вот можно очень смело утверждать, что там больше 10 миллионов человек там 30 тысяч лет назад точно не жил, но вот можем дать голову на течение, то есть а там будет уже как оно будет ходить, явно было сильно-сильно меньше 10 миллионов. То есть на самом деле, в принципе, в общем, там просто получается, что хотя точность очень не высока, но порядок как правило более-менее понятен. С того, что менялось сегодня на порядке, то общая картина перевозчена, она не общая картина, не утромонечная более-менее в мире вполне вставила. Спасибо большое. Еще раз. Вы знаете, конечно, это удивительно, что на эту форму все ложится. Это просто поразит. Я сам удивлялся. Я сказал, что я сам удивился. Сам не ожидал. Совершенно верно. Мне это сейчас студентам рассказывают.